Почетный донор России. Такое звание получили пять жителей Неницкого округа. Награждение государственным знаком – это не просто формальность, это признание неоценимого вклада в спасение человеческих жизней. Нагрудный знак на лацкане пиджака говорит о том, что Валерий Третьяк безвозмездно сдал кровь уже более 40 раз. Впервые еще в Вельске в далеком 87-м или 88-м году вспоминает почетный донор. О своем благородном деле говорит скромно. А между тем, Валерий Станиславович – обладатель редкой четвертой группы. и она встречается только у 5% населения всей планеты. Кроме того, своим примером Валерий Третьяк привлек к активному донорству и двух своих сыновей. Сами ходим там раз в два месяца, там можно сдавать, вот через два месяца ходим, сдаем. Ну, бывает через три, когда как получится. А бывает, что и ночью, вот, были тут случаи, звонили ночью, приходил, сдавал. Тоже, вот, как Леон Артемович сказал, машину поставить. Я говорю, да не надо, я рядышком прибежал, сдал, все. Сколько раз случаев было таких. Вместе с Валерием Третьяком высокое звание получили Антон Галимов, Наталья Никитина и Роман Асташов. После возвращения из отпуска нагрудные знаки удостоверения вручат ей Виктору Мартынову. Как минимум 40 человек, а может быть и больше, вы можете сегодня считать своими кровными братьями и сестрами. В соответствии с федеральным и региональным законодательством, почётным донорам России полагаются льготы. В частности, ежегодная индексируемая единовременная выплата – 12 373 рубля. Из окружного бюджета почётные доноры получают ежемесячное пособие в сумме 3000 рублей. Кроме того, почётные доноры России имеют право на внеочередное лечение в государственных и муниципальных организациях здравоохранения, приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение вне очереди и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года. Но очевидные плюсы донорства не только в поддержке со стороны государства. Донорство крови и её компонентов – это постоянное обследование здоровья, обновление организма и осознание того, что ты делаешь доброе дело, спасая жизни людей. Ведь случаи переливания случаются, к сожалению, нередко. Если возьмём, например, декабрь 2014 года, когда самолёт нефтяниками разбился, все эти пострадавшие были доставлены на окружную больницу. И благодаря нашим донорам мы полностью обеспечили компонентами крови. Но бывают автодорожные происшествия, погибают, ножовщины у нас, бывают огнестрелы, бывают. Мы ни одного литра не привозим с Архангельской. Мы сами обеспечиваем. Такие ситуации возникают. И она постоянно. Всего же в Ненецком округе сегодня проживает 346 доноров. 126 из них со званием «Почётный донор России». Стать им может любой здоровый человек старше 18 лет.